А героем сегодняшней нашей рубрики «Гвоздь программы» стал человек, который много лет отдает себя жизни. В таком вот обыкновенном смысле. Лариса Белоцерковцева возглавляет Сургутский клинический перинатальный центр. Она доктор медицинских наук и заслуженный врач России. И вот в интервью нашей телерадиокомпании Лариса Дмитриевна рассказала, почему в Югре приходится бороться за перспективные медицинские кадры и как в округе стараются не отставать от мировых технологий помощи женщинам и детям. Добрый вечер, Лариса Дмитриевна. Вы много лет проработали акушером-гинекологом и возглавляете перинатальный Сургутский центр. То есть помогаете появиться новой жизни. Вы когда-нибудь подсчитывали, какое количество малышей родилось благодаря вашей помощи? Да, мы подсчитывали, сколько родов произошло в нашем перинатальном центре, начиная с 90-х годов. Это целый город, значит, более 150 тысяч. А если еще взять 80-е годы, то это город, который будет 180 тысяч, 190 тысяч. Наступило время, когда я свои личные уже не считала, потому что это много, и у нас работает команда, мои ученики уже, причем уже второй эшелом учеников. Вообще акушерство – это командная работа. Это акушерка, это акушер-гинеколог, это анестезиолог, это перинатолог, неанатолог. Это командная работа, и очень важная, слаженная работа всех членов команды. Я заведую кафедрой акушерства и гинекологии с 95-го года. И это правда, что мы смотрим на нашу молодежь, выбираем самых талантливых, те, которые пригодны для работы в акушерстве и гинекологии, перинатологии, и выращиваем кадры. Сегодня идет самая настоящая борьба за качественные кадры. Сегодня центральные вузы, они очень заинтересованы, чтобы ребят из провинции, из таких благополучных регионов, как Ханты-Мансийский округ, приглашать к себе. И как вам удается удерживать кадры? У нас очень интересная работа. У нас возможно научиться гораздо быстрее работать. У нас большие возможности по получению образования за рубежом. Только в этом году, в 2017 году, мы проучили более 25 врачей на различных зарубежных базах. Причем среди них есть много молодых врачей. Вы уже сказали, что успех перинатального центра, который вы возглавляете в Сургуте, это командная работа. Но есть ведь не только люди, но и какие-то технологии. Какие, собственно, секреты успешной работы? Качественный скачок произошел в результатах нашей работы. Это 12 лет назад. Мы организовали отделение реанимации новорожденных. Со всей страны я пригласила врачей. Они к нам приехали. И вот эту команду мы воспитали, сделали. Конечно, сегодня у нас есть все, абсолютно все зарубежные технологии третьего уровня лечебного учреждения. Все, что касается детской реанимации, все, что касается акушерства, все, что касается взрослой реанимации. Это основные наши отделения, которые родильный блок, которые, собственно, создают вот эти результаты и качества. Мы очень много, очень много уделяем внимания внедрению новейших технологий. И еще мы распространяем эти технологии на весь Ханты-Мансийский округ. Вот здесь мы являемся лидерами в округе. Сейчас мы все и Югра, и, в общем-то, страна в целом ждем возведения нового перинатального центра в Сургуте. Вы можете рассказать, на какой стадии строительства, что там сейчас происходит? Я хочу сказать, что даст этот перинатальный центр. Мы очень надеемся, специалисты, что он будет запущен в срок, так как обещано. То есть это конец 2018 года. Вообще цели и задачи стоят огромные перед этим центром. Ну, первая такая и одна из главных целей – это создать комфортные условия, безопасные условия для матери и ребенка. Комфортные – это не понимается, что пятизвездочный отель, а понимается безопасные, эпидемиологически безопасные условия. Сегодня у нас в перинатальном центре, ну, одно то, что в палате лежит по четыре, по пять женщин, мы не можем сказать, что это эпидемиологически безопасные условия. Второе – мы там откроем новые технологии, новые службы, те, которые сегодня в округе нет. Все, что называется ранней помощью. Запрос общества огромный, запрос социума огромный. Я это точно знаю по тем обращениям, которые идут к нам, по тем письмам, которые нам пишут. Вот это, собственно, то, чему нет и то, что у нас будет. Спасибо большое за интервью и успехов вам в вашей важной и ответственной работе.